I have ways of blowing things off. Я хотел бы кое-что сделать. Тут вроде как один из этих големов. Он торговец. Который вот этот или вот этот. Я не помню, сейчас посмотрим. Редкий собеседник. Ты просто осматриваешься и планируешь поторговать. Так, кто ты такой? Что на продажу? Я последователь знаний и просветлений. Поэтому я уделяю большую часть своего внимания книгам. 279. Рецепты 15 века. Черт. Алхимилия мне не нужна. А для покупки рецепта мне не хватает одной монетки. Это очень печально. Но знаете в чем прикол? У меня есть... О! Погодите. У меня есть сохранение. Главный экран. Так, продолжаем. Идем вот сюда. Да. Это... Но это еще до похода. Я ходил к Маку покупать земли. Земли. Зелье. Просветление. Ну не просветление. А типа чтобы разум сохранить. Как оно там называется. У меня вообще-то сейчас на этот момент 99 монеток. Я думаю... Мне эта книга сейчас будет как нельзя кстати. А зелья? Ну зелья я потом куплю. Так. Кстати. Кто вдруг подумал. А почему у нас Рангвальд стал таким пушистым и превратился в девочку? Это параллельная вселенная. Я переиграл и сохранил... Рецепты... Рецепты... Переиграл и сохранил... Собаку. Поэтому... Во-первых. Книжечка. Рецепты 15 века. Она типа просто есть. Получается я теперь могу... Вяленое мясо, яйцо. Яйца у меня нету. Я молодец. Капуста, морковка, мука. Есть у меня такое? Есть. Овощной пирог. Я с удовольствием сделаю. Рагу. Рагу я могу накрутить очень много. У меня наконец-то... О! Я могу три черничных пирога сделать. Это у нас желтый флакон и красный флакон. Это что? Оранжевый флакон. Флакон жидкости оранжевого цвета. Она на запах... А, адреналин. Да, взрывной флакон мы можем тоже сделать. Из черного и нитроглицерина я, пожалуй, так и поступлю. Это оранжевый флакон и зеленый флакон. Жидкость в коричневом цвете. Запах заставляет мышцы сокращаться и обостряет ваши чувства. Тоже хорошо. Смеси. У меня есть. Я могу еще три смеси сделать лечебных. Это просто круто. Зеленой травки у меня нет. Сушеные грибы. Могу из них сделать грибную рагу. Страница книги 2. Так. Факел. У меня осталась последняя палка. Это печально. Собраны рецепты. 23 с 32. 71%. Кстати, сделал предметы 11. Та-та-та-та-та. Сделанная броня. Понятно. Ну, мы еще не умеем делать... Ну, по сути, из броню вообще ничего не можем делать. Так вот. Я сохранил безлунницу. Я не пошел за Орангвальдом. Потому что вы мне написали в комментах в серии к прошлой, позапрошлой. Типа, что Орангвальд обязательно подерется с Лигардом. И вообще у них все будет плохо. Поэтому я предпочел переиграть. Как вы, опять же, мне и посоветовали. Так. А хочу ли я пойти еще раз к магу за зелькой? Я, наверное, все-таки куплю еще одну зельку. Проблема этой игры еще заключается в том, что здесь можно носить только 99 монеток. Все монетки, которые ты подбираешь после этого, не засчитываются. Я уже столкнулся с этим, когда у меня было 99 монет. И... Оп, скорее. Из одного упыря у меня выпало 5 монеток. И они мне просто не засчитались. Игра такая... Нет. Тебе не нужно. Просто забей. Вот. Это было очень жаль. Это было очень печально. Я проскочу? Да. Отлично. 19 монеток. 19 монеток я возьму эликсир разума. Еще один. Потому что эликсир тела, он у нас лечит. И все хорошо. Опять же, еды мы понабрали то-то, сё-то. А вот эликсир разума. Мне нужно мага чем-то заряжать. Да и наши ребята, если чекануться, то их нужно как-то приводить в себя. Поэтому... Опа! Я не я. Хата не моя. Мансим! Просто по-божески. Хух. Проворачиваем кубик. Пойду я сейчас, сохранюсь. После всего вот этих закупок контрольных. И вернемся к голему. Ну что ж, есть сохранение. Есть... Я этот эликсир сразу же магу влил, чтобы у него хоть немножечко магия была. Бесконечно измученный, да, просветленный, что эти все необходимы, чтобы пройти через врата. И последнее, что должен сделать, должен испытать тебя. Да-да-да. Так, приготовься. Ну, поехали, чувак. Я не видел ни души, ни сотни лет. Я утратил разум. Благодарю тебя за то, что пробудил меня. А теперь давай сразимся, пока только один из нас не останется на ногах. Я помню, стебался с тебя, да, что ты там и так не на ногах. Ну, ладно. Так, а ты... Я не уверен, что я хочу на тебя магию тратить. Ну, с другой стороны... Ладно. Умение, сфера тьмы. Так, кстати, возможно, стоило его обучить новым магиям. Ну, ладно. После этого боя посмотрим. Или если этот бой очень неудачный будет, тогда уже посмотрим. Черт, это даже не минус рука. Ай, больно. Ай, больно, если чё. Так, значит, умение и... Излечивающий шёпот. Вот, давайте применим. Как раз у нас хпшки сейчас у всех не хватает. Красиво. Если бы ты не промахивался, было бы вот неплохо, честно. Умение, сфера. Честно, если не промахиваться, то хорошо будет. Я тебе обещаю прям. Так, ну да. Вот того чувака ты можешь бить хоть до завтра. 504, отлично. Ну, давай в туловище, что ли, я знаю. По голове ты ж мазать будешь, наверное, да? 45. А, нет, по голове тоже попадает. Нормально. Не обращайте внимания на то, что у мага идёт кровь, кровотечение. Ему, в принципе, на это глубоко, как вы знаете. Поэтому я его тоже не пытаюсь лечить, тратить на него тряпочки. У него всё хорошо по жизни. Каким он, в смысле схватить? Что-то там схват... Чем ты его схватил? Схватил он, блин. Ладно, пойдём. Честно. Хочу ли я тратить последний факел? Явно не хочу. Ну, что мне остаётся? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, нет, нет. Нет, просто нет. Вот просто нет. я не знаю зачем я это делаю это очень круто так последняя кишка давайте мы ее разрежем из раны льется фиолетовая жидкость и орган перестал подавать какие-либо признаки жизни это должно быть последний ты слышишь приглашенный вопль что эхо разносится по подземелью будь то нечто нечто древнее покинул этот мир одна лишь идея поражает в нее сложно даже просто поверить ну что ж похоже мы распилили последнюю кишку это здорово собак тут уже не будет вроде как они одноразовые или мне кажется факел он спасибо теперь можно и лутануться теперь можно пойти и в ту заковулочку сырое мясо метательный нож неплохо бутылочку эля слабеет от голода оооо предмет где у нас там сырое мясо было вот сырое мясо держи и что мясо ее прям накормила хорошо белый флакон супер погодите это земле ключ от королевского проход а да это что весь все 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 я думаю как я сюда вернусь потом то вот я вспомнил вот этот кусочек у меня почему-то вылетел из головы сюда можно сейчас перевернуть маячок и вернуться сюда по по светлу да все а бал тем но крайне мере это то то изучить открыть дверь пожалуйста ключ кровистого прохода все верно блин зря наверное факел использовал золотой храм мерцать солнечном свете и тумане ах как романтично учета будет я тут просто катал и теперь так ребят только не зажигаемся да слегка голодна это не проблема кстати а что у меня по разуму 63 ну типа еще раз я вылечиться смогу потом может быть я ее накурю чем-нибудь и будет хорошо или накурить ее сейчас кстати а почему бы нет ну-ка ну-ка трубка мира а у меня осталось только опиум погодите опиум слишком крутая штука может быть блин 63 не погодите ребят что-то я пока что жлоблюсь франсуа господствующий сидит на троне вы по выражению лица очевидно что невероятно перезирает а сам факт его жалко существования без особых на то причин ты чувствуешься самым жалким из людей звук если что да наконец-то ты здесь думаю что сможешь смерть свергнуть абсолютное господство это мы сейчас узнаем так дружище погоди говорят что с тобой можно поговорить а я могу у него что-то украсть атака я не помню какая из его рук более опасно ладно дальше поговорить взялся стой на мне тогда приготовься сдохнуть черт так откуда ты взялся я думаю вот это вот я выше жизни и смерти намного ближе богам чем кто-либо другой ну и что ж это твой предел настал конец на управлению точно близок богам один из них перед тобой а дать его взбесим не в этой жизни с первого взгляда могу сначала и кажется один из них сейчас прям передо мной ты бесхребетный тени ничего просто подтвердишь мое могущество подтвердишь мое господство тогда когда возвышен своим трупом марионетка марионетка кого может ты видишь веревки привязанные к моим рукам разве ты где-нибудь видишь здесь кукловода что управляет мною здесь нет никого кроме меня и так тоже не управляет почему бы тебе не поделиться со мной своими сокровенными тайными знаниями как же ты мало знаешь что а это ты ничего не знаешь и вправдишься ты продумаешь что я буду слушать твои бредни похоже француза переполнен эмоциями еще не ответил действительно очень интересно кто именно по твоему мнению управляет мною прошу повесили меня еще сами глупыми виду ну пока я сделал раунд и меня не ударили хорошо поговорить пытаешься поговорить приготовься сдохнуть я выше смерти ближе пока мы точно близко из них перед тобой ну это же так ну это мы все знаем ну типа это тот же самый диалог но ну давайте я не против поговорить ну то есть он пропускает удары окей пытаешься говорить приготовься сдохнуть я буду нажать пока это работает я буду выбирать этот вариант почему нет он тупо триндит и и не делать ничего так никого кроме меня так мало знаешь я все еще жду нужди на здоровье ну да вот так ну да вот так ну да вот так крит на 257 я все еще жду ну жди чувак на здоровье давай а ты по голове давай по голове раз он испугался давай приготовься сдохнуть да 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 один из них перед тобой это очень странный файт ну ладно если я не будет знаешь джон сноу ну да я все еще не ответил твой выход какой промах то так ладно мы продолжим тебе поговорим хорошо еще не знаешь в великом замысле я нет года по 726 блин это он триндит мы его бьем он скучно правда но это босс файл если это тактика я не против все еще ждешь ты молодец ты ждешь очень терпеливый пацан слушайте у нас есть местной пацан у нас есть терпеливый пацан вот вот это реально про него сейчас приготовься сдохнуть но с другой стороны мне чуваки там сдохнуть не хочешь например я в тебя уже столько всего влил ну давай еще поговорим а ну нормально ну вообще как-то господствующий умирает господство над этим стариком отчаянно пытающимся не остается отчаянно пытающимся не остал отставать от времени доказано с падением франсуа господствующего порядок хранимый новыми богами также рушится опережите их правление вскоре канут в лету ты получаешь господствующую душу так ребятушки у нас отсюда развилка если чё я пойду хочу сохраниться давайте пока я иду к сохранению обсудим что нам с вами делать потому что чёрт если я правильно помню если сесть на этот трон то мы попадем в эпоху тиранозавров что-то там такое я еще думал что это вот вообще финальный босс хотя мне сказали потом что на самом деле нет это не финальный босс у нас есть два варианта что мы можем сейчас сделать я пойду сохранюсь и первое мы с вами можем пойти сесть на трон ну хоть не на бутылку это неплохо вырубим свет так ноги-то у нас целые кстати все ноги вроде все целые разум даже неплох и не особо голодает но теперь насчет голодают я уже не буду сильно заморачиваться потому что вот вот эта книга рецептов нам решила очень много проблем то чертовы колонны так вот мы можем сесть на трон и попасть в древнюю эпоху или же мы можем пойти в рот чудовища и мы же все-таки отрезали все органы так называемые да поэтому можем сделать сейчас речь потом я думаю что мы здесь по близости и поэтому мы решка думаю мы пойдем сядем на креслице угадал и попробуем что-то там покрутить если седьмой файл кстати безучий наверное если у нас что-то получится то есть я тогда поторопился видимо напал на этого тираннозавра думая что это неизбежно а там вроде как от него прятаться надо какие-то что-то как-то где-то в общем надо посмотреть а второй финал это у нас будет второй финал это у нас будет с хождением туда впасть мертвого вот этого существа поэтому я думаю что разделим это на парочку серия не знаю вообще насколько это затянется сколько это там если если это не финальный то если он не финальный то возможно там еще куча геймплей есть который мы не видели я вот не знаю что там дальше то есть я читал гайды но я старался не спойлерить себе те моменты которые я не знаю я читал как получить персонажи какими средствами бороться с тем с этим с чем-нибудь вот но при этом я пытался не спойлерить себе концовки и смотреть что же там такого будет дальше все что я знаю это вот по вашим комментам то что вы мне рассказывали про того же тиранозавра и куда потом идти после разрубания третьего сердца в общем вот эти вот все вещи идемте слабеет от голода фиг ли ты слабеешь то от голода дружище овощной пирог нет погодите пироги это все очень круто черничный пирог черничный пирог это у нас еще и вылечить тебя тебя лечить не надо у нас слишком здоров рагу пирог черничный кстати тушеный рагу рагу вообще дофига у нас дать я пока что ингредиентами кормить тоже шаль овощной пирог у нас только один который есть может грибного рагу в тебя закинуть давай так вроде еще оставались сядем сейчас на трон присмотримся к тому что тут происходит так дружище мертв отлично и воздух замирает и чувствуешь исходящие от него электризующие волны волнение и возбуждение твое сердце стучит как сумасшедка чувствуешь что трон играет большую роль великом замысле с помощью этого трона возносится и становится новым богом ты можешь просто сесть на него поверь мне я не аж на заговорит можешь просто сесть поверь мне я не желал ничего другого когда впервые попал сюда но это ничего не изменит лишь начнет новый цикл который со временем приведет к тому же самому закономерному итогу выбор конечно же твой поступай как желаешь но мы сохранились трон новых богов пуст сесть элигард этот трон боролся ради этого момента как я страдал скажешь ничего не помнишь тварь нет да думаю что больше нельзя это скрывать я спланировал свое заточение здесь я спланировал свой смертный приговор исполнировал свое собственное страдание чем было все это делать дабы достичь великих высот объединить земли привести мир к новой эре мне нужна эта сила силы королей королев достаточно мне нужно больше не что что не закончится на мне думаю что сможешь достичь всего этого здесь единственное место где я могу достичь таких грандиозных целей ни один из величайших королевств не было построено на на благих началах они построены на крови и насилий горды иди в задницу но представь что есть путь который не требует не требует в жертву жизни тысяч солдат с каждой стороны представь что к великому королевству нужно будет отравить лишь одну душу лишь одна душа поддастся тьме и нелепый самовлюбленный слезняк правда назра что собираешься делать силу новых богов что ты попытаешься насадить номер что что тоже попытаешься насадить номер о порядок порядок при котором зверства древних богов будут лишь строчками в исторических книгах болван не в этом вклад новых богов на самом деле новые боги лишь плод древних законов лишь паспастыри которые направляют человечество как скот и скотобойню я сыт по горло мне остачертело слушать по про старый мировой порядок и новый мировой порядок порядок то порядок все что неестественно существовать в порядке мы плане мы принадлежим хаосу люди пришли из хаоса само наше существование один шанс на миллиарды зачем пытаться контролировать его и приводить порядок дабы освободиться от властвования древних богов человечество необходимо стремиться к хаосу что что не так мелкий урод неужели я сломил тебя твой убогое мировоззрение надругался над твоими детскими взглядами на взрослом милашка замолчи наконец заткнись уже она на нас нападет сейчас олигард говнатый кусок щенок долбаный а мы он был у него мясом забрать да ладно план б мы идем в пасть существа с лигардом явно проблемы с ним сюда нельзя приходить а даже если прийти сюда то нужно сначала а я не в ту сторону там вышел да нужно сначала забрать у него меч забрать у него абсолютно все пусть он сваливает к чертям потом пойти за рангвальдом вот и блин даже я пока разговариваю я запутываюсь окончательно он он свалит пойти за рангвальдом и уже в пати на четырех с хорошими шмотками опять не туда иду можно двигать дальше черт но тут конечно да тут вам не здесь я такого не ожидал не но я знаю что он амбициозные уроды все дела но вот что прям вот так вот пойдем тогда в пасть животного блин а как туда идти то я уже не помню это как-то через деревню вроде да да значит нам нужно в деревню в деревне мы попадем через через где но нам надо в этот вверх сейчас подниматься это стопудово элигард да 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 слабеет от голода тварина эти до сих пор это просить не могу нахо зажри подавись что в тебя нет я его взял не потому что он мне нравится или что такое я его взял чтобы этот геймплей был другим чтобы это прохождение было другим то есть я взял себе мага и элигарда как челленджи ну то есть чтобы было чего достигнуть чтобы было что посмотреть и мне было бы интересно играть вам было бы интересно глянуть но я немножечко не ожидал таких последствий до эта игра всегда с последствиями нельзя просто взять и что-то сделать без чертовых последствий хорошо мы теперь знаем за то что будет тут до сих пор там этот охранник бегать я кстати убил рептилоиды в переходе потому что мне тупо бесил уже так что можно теперь спокойно сделать вот так вот реально этот переход очень важен и тут чел который тупо бесит от которого приходится бегать причем коридор не прямой а вот так вот идет типа зигзагом и от него фигу бежишь там нету мать мы замочили опять же я сделал все что то что все то что вы видели в прошлой серии то есть я сходил убил мать сходил убил призрака водяного дракона все дела то есть этим у нас все пучком тут путь свободен просто что я все это сделал без рангвальда и с собакой а так все осталось на тех же местах хорошо нам сюда вот деревня чертова да тут у нас будут эти ушлепки это через я вот не помню как не к этому монстру пройти через дома не через дома сейчас будем смотреть ушлепку в тейпа убивают не проблема так так не так как то как то будем сейчас искать если сильно долго буду искать то я потом наверное это все как-то вырежу что ли посмотрим это что было это было оглушение на два хода обыскать нет ничего ценного вот так вот вечно ни у кого нет ничего ценного по моему туда наверх как тогда оставить да мне кажется вот 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 это место хорошо сохранится тут нигде конечно же не выйдет а вот тут мы куб забирали тут они на меня начали психовать хорошо допустим да это открыто теперь огромное существо широко разъянутой пастью похоже что здесь установлена лестница в пасти лестница звучит царит кромешная тьма запах отвратительный настолько что ты даже не можешь описать его что-то мне сразу неуютно стало у меня одна палка осталась да ну хорошо ребят последний факел пасть захлопывается тебе не уйти жуки кусают за ногу что блин значит тут просто нельзя останавливаться или чёрт чёрт ты погляди какой уродец уродливый изуродовый стражник а мы мы такого видели уже да ну-ка умение быстрая атака так умение сфера тьма во что я могу ударить давай тебе вторую руку отобью осмотрим у него еще пасть осталось если чё да 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 вот этого можешь грызть это на здоровье так уязвим отлично осталось его теперь только в торс лупите все нет болен больно скотина обыскать тесак без лунного стража на день он до сих пор влажный от пота так погодите мне нужен голубой флакон бежит качается без лунницу лечим на максимум сразу а можно по жукам ходить я просто ух ты ждешь я вы чё мы на такое не договаривались вы чё слабее то на тебе чернички а у меня и вылечил и у похоже это влияет мой блин тут еще один такой не смог от него убежать он напуган кстати теряет равновесие за ран на ногах умение сферы тьмы чтоб тебя я там что что она теряет лапу ну допустим сейчас я все равно не смогу так кусок ткани сейчас я все равно не смогу ничего сделать продолжаем пока в таком виде а потом посмотрим это конечно печально обыскать тесак посмотрел что это за тесаки так хорошо знаете что мне давно нужно было сделать мне нужно было зайти сюда пустых свитков пустых свитков у меня кстати три воспламенение транс церкви лечения пусть у тебя будет блин если его потом продать собрался ладно ладно свиток церкви сильвиан огненного трюка огненный трюк у него есть да пустой письмо церкви сильвиан попробуем вот так вот походить так что за место что тут за сундучок открыть вы шутите факел хотя бы факел я понимаю что там что-то хорошее могло быть ох ты ж как я это обожаю так ладно вроде ни на ком ничего не сказалось мне просто сохнуло и все а как так что-то где-то открылась а вон та дверь открылась так больно так вон кнопка вижу чуть не наступил на еще одну кнопку 12 серебряных монет 5 огнев так и пашки нету вообще предметы черничный пирог черничный пирог нет мне нужно знаете что мне нужно мне нужно смесь вот так вот пока что сделаем теперь а опиум у меня только один ах ты чёрт у меня кстати метательные дротики есть если чё надо не забыть про это где там чёртова трубка была на тебе пыхни на соточку отлично а тебе нужно так что у нас там было эль был вот тебе эля и тебе ничего живем пока что а что там внизу мне даже страшно подумать а у меня в других монетах то нету все я провалился что блин что блин ворун слизительно млядь своими мертвыми глазами убили двух птичек разом а у меня хпшки вообще нету умение быстрая атака предмет красный флакон есть? флакон свиного а у него чёртовы две головы так умение воспламенение большой неконтролируемый взрыв огня и пламени использовать с осторожностью то есть нашего тоже заденет я понял 1 X loi одну голову ослепили промах чёрт disgusting очень king ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Webern предмет красный флакон на вторую голову пожалуйста верить мы все равно один промах офигеть по крайней мере таков мой блин и я от это чем мажешь крюска и по крайней мере это стало мазать так ребят кто мне там говорил что если его убить сразу то он потом не появится фиг ли он появился тогда если его убил искать древний дневник капитана 3 ну кстати похоже этот чувачок он у нас и был капитаном да если чем погодите у меня у меня стресс переклинило сейчас после всего этого конечно можно сохранится но а вот дневник капитан 3 когда на рудимир 5 августа 590 года вот уже долгое время меня мучают кошмары в них я вижу рисунок на стенах клубящуюся тьму слышу карканье ворон все это представляет мне даже наяву долгие миссия провел не зная и никакого покоя кажется сны стали безумие будто вот-то бы безумие в стенах этого места растет я не знаю что является первой причиной чему появились ли мои кисти до того как дата до или же они стали набирать силу именно в этом хаосе все что я вижу напоминает мне мой сон в котором я вижу знаки из других миров я клянусь потроха вчерашнего заключенного приняли почти ту же форму что рисунки но всякий раз когда я пытаюсь писать их постоянно меняющийся вид ученым мужа мужам или хотя бы облегчить обличить их вот в этом их вот этой самой бумаги то я терплю полный крах подобно костручье пламя тянется к ночному небу такие рисунки не менее четкой формы они бесспорно опасны влияние подобное этому повышает порог того что можно осознать простой человеческий разум я сам стал олицетворением этого помешать то есть так что мне ли не знать я понимаю это лучше других может быть я единственный кто смог остаться в здравом рассудке и осознание увиденного боги неужели мне снова придется приводить здесь все в порядок вороны они подтверждают мои подозрения очищу это место вырву корень безумия как только только я на это способен ясно понятно я оказался в каком-то очень странном месте курительную трубку круто табак кожаный шлем да круто табака нету так у нашей девчули кстати разум поплыл флакон с водой с вином о свинок нам подойдет а так я не понял нам туда дальше да блин больно же нет это просто какая-то убогая яма с каким-то с вот этим вот говном которая тут ходила как голоден я просто немножко пока не пойму куда и что то чтоб тебя не бежал погляди какой уродец я даже не буду спорить я вижу какой он уродец так умение у нас нету собаки теперь которая бы отвлекал и отгрызала ноги и всякой такой блин ну почему меня что я тебе блин сделал отрубаем одну другую ногу бьем с головы оба не хватай меня нет какой нафиг выпад он теряет равновесие но при этом у меня выпад с монеткой сак я их уже начал коллекционировать это понимаю так черничный пирог зря я наверно черничный пирог закинул о невообразимым глубинам а треск под ногами нет но это же свинство как я здесь внизу оказался то но ребят не знаю но такое нету пойти жуки сраные бьют еще а это что за дверь блин тут лишний шаг дается с такой болью сколько они вообще снимают по 2 по 3 развивается паранойя ой как этому рад он вот он с вином почему я но почему я оказываю здесь я не пойму то есть там же нету не провала ничего я тупо оказываю здесь почему ладно пойдем в эту сторону плита преграждает и тут каменная плита и там каменная плита а как прикольно то есть все да тупо разрубила напополам а что то не знаю нет ладно я понимаю вороны я понимаю уроды я понимаю ловушки почему так заглючило что я не мог пройти дальше местечко конечно отвратительное ладно ребят давайте тогда на этом заканчивать эта серия получилась немножко длиннее чем мы обычно записываем сейчас во втором прохождении я не знаю наверное стоит походить посмотреть что там там уже просто нельзя вернуться сохраниться можно у меня есть правда один свиток только но типа сохраниться можно но если кого-то убивают а кого-то убивают все ты не вернешься не возьмешь себе нового напарника ничего не сделаешь вот и ну знаете даже проблема не сколько в мобах а вот в этом вот тупом окружении жуки кусаются ты постоянно куда-то проваливаешься телепортируешься какая-то фигня происходит каждый шаг стоит тебе жизни каждый шаг стоит тебе что-то короче да такое посмотрим нет ну конечно надо туда возвращаться надо попробовать еще несколько раз но это уже просто будем делать как-то уже вот там дальше пока что на этом серию заканчиваем и также у нас есть еще второй проход нам нужно как-то избавиться от ну как-то избавиться прийти туда избавиться от лигарда сходить за рангвальдом сделать отдельное сохранение и пойти попробовать что будет там пока что на этом все спасибо что были с нами ребятушки всем удачи добра бобра все молодушек всем покеда а 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